Значит, вопрос касается, собственно говоря, устройства, вот этих векторов верностей. И вот в метальном кольце мы рисуем, что какие-то идут на прием, какие-то на выдачу, а в метальном кольце мы так вот не рисовали. Как ваше видение вот этого? Там просто есть какие-то сложности, какие-то вот эти углубления. Есть ли они какие-то? Я не совсем услышал последнее… Ну, не случайно. А, а, значит… Завал только 4 лет. Да, да. Значит, получается так, что в метальном кольце зависит от тот вектора. Инвентально-информационные вектора на выдаче, потому что активные. Да. И на прием… Это немножко правильно. И на прием энергетические… То есть виртуальные или штрихкованные вектора рисуются на прием. Значит, понятно. То же самое вот как этой функции. Вот, видите, внутрь. Ну да, это понятно. А это… Это туда, туда внизу. И поэтому витальные вектора реальные, энергетические, они идут от… Но они направлены… Тут надо понимать такой момент, что они направлены… Да. Вот. Они… Они… Они тоже выдают. Они тоже выдают. А приемные вектора, которые рисуются штрихом, штрихом, они всегда идут. Ну, это просто способ показать, что есть приемные вектора, и есть передаемые векторы. Это понятно. А в ментальных… Ведь в ментальном кольце так же ведь тоже есть? И они просто работают и тоже на приемы, на передачи? И все пять. В суммах всегда пять. Ага. Всегда пять. И… Значит, вот… Ментальное… Я еще раз просто прорисую. Значит, ментальное вклицо. Четыре вектора наружу. Один приемный внутри, виртуальный. Ага. Вот это мы здесь. Здесь три… А здесь… Их будет… Два. Два. То есть мы их не рисовали тогда, это самое… Ну, по умолчанию убирали, чтобы не загружать саму тему. Да. Я… Да, да. Ну, я с самого начала… Потому что очень сложно запомнить. Да. Это понятно. Да. Поэтому гидактически я сначала рассказал про ментальное, как самое главное… Да. А… А… Я рассказал позже. Ну, просто иначе… Понимаете, есть же количество информации, которое можно ухватить. Да, непонятная ситуация. Просто не путали. Да. Угу. А сейчас мы полностью все нарисуем. Значит… Четыре. Один. Три. Два приемных. Третья функция. Два на три. И, наконец, первая функция. Один. Четыре. Понятно? Это да? А-а. Непонятно. Ну, почему непонятно? Ну, мне непонятно. А что непонятно? Это мы… Что… Что непонятно? Да. Мы можем… Вот эти вот энергетические, которые идут на прием вектора, мы можем их интерпретировать как необходимое энергетическое обеспечение для того, чтобы у нас вот эта конструкция работала на выдачу. Мы можем сказать, что для того, чтобы первая функция работала на выдачу по четырем векторам, нам нужно ей подать туда энергии всего лишь по одному. Именно поэтому… Именно поэтому мы говорим, что тут трудно представить себе такую ситуацию, где человек не мог бы проявить себя по первой функции. Ему для того, чтобы проявить себя по первому путь, ничего не надо, главное для того, чтобы дышать жизнь. Но вот есть у него этот поток двенадцатой антиокеи, и этого вполне достаточно. Для того, чтобы проявлять творчество по второй функции, на три вектора творчества, ему нужно, как это не парадоксально, тут он вроде как меньше выдает, но подвести ему напряжение нужно больше. энергией больше, наверное, да? Нужно получить энергетики не по вектору, а по два. По два, да. Мы можем условно сказать, что… Эта тема еще не очень работала. Мы можем сказать, что если здесь ему достаточно жить, то здесь ему еще надо жить в социуме. то есть он должен получать попытку извне социального. Именно это говорит нам слово «норма». Когда у нас идет трехнерная, третья функция – двумерная ментальность, то у нас получается, что питаются эти два измерения, они питаются уже с трех источников. Не так вдруг пошла, как говорится Д'Артаньяно или Серано, его бахарство. Да, да. Оно… Это значит, что называется цена вопроса. Вот этой энергетикой. Вот на себе такие вещи называются цена вопроса. Сколько мы готовы заплатить в каких-то ресурсах, да, за это? Сколько человек готов заплатить своим здоровьем и усиленность за то, что он работает вот эти функции? Люди платят реально своим здоровьем, потому что они все время напрягаются и бери напрягают. Но и самая дорогая оплата, конечно, когда человек работает с четвертой функцией, потому что он расходует огромное четырехмерное источство своего организма. И обратите внимание, вот эта еще дикость функции, самая трудно перестраиваемая функция кредитная – это четвертая, потому что ей надо… и самая легко перестраиваемая – это первая, потому что по одному измерению легко перестроить, а по четырем очень трудно. Смотрите, чтобы эффективно работать под четвертой функцией, можно работать, можно работать. В пике, в короткой ситуации, при особой тренировке можно работать. Для этого нужно затратить огромные ресурсы. Как говорил космонавт Гречка, который открыл космос, я в космосе был десять минут, а готовился десять их. Каждая минута стоила только подготовки. С каким-то плаванием, с капандой раздумался, он сам решил, что делать. Но это просто… Ну, это еще немножко другой пример, но я просто говорю, что можно ли работать с четвертой функцией? Можно. Надо только создавать, что ресурс срабатывания будет много меньше. То есть человек раньше постареет, раньше все те будет болеет, чаще болеет и так далее и тому подобное. Да, это понятно. Какое-то переключение. Ну, можно только как идея. Я просто хочу сказать, что есть же еще концепция функции сознания, которая управляет всеми этими функциями. Просто это не тема секунды, нижнего семинара, но есть это… Но текстов в себе есть. Да. Но есть и книги тоже у Вас по правосознанию, в Вашей книге. Да, и здесь особенно. И более поздняя разработка, она есть, то есть она просто читается в другом курсе, где полупункция создания, она переключает активность функций, затягивает до них, в темности от задачи. Вопрос, ну, в тему просто про это же. Что из себя представляют вот эти энергетические виткара? Это те же неверности. Вы знаете, этот вопрос очень сложный. Это приемные каналы, приемные каналы, которые связаны… Вот это… Это, хотя бы, вид информации, возможно, более энергетической. То есть, мы, к сожалению, не можем их пощупать. Мы видим их проявления. Но… Как вот сказать, что они представляют? Они все представляют собой тоже вектора, тоже приемные информации. Другое дело, что это ментальная информация, которая связана с организмом. И поэтому, если вентальные вектора, так, они преимущественно информационные, и они связаны с восприятием информации окружающего мира, от типа от типа, то вот в вентальных векторах, они, скорее, более всего, связаны с обеспечением взаимодействия функций информационного метаболизма с организмом в целом. Но они еще не разработаны, не названы, они не соответствуют вот этим векторам личного опыта, сиюминутного, ситуативного норм и глобального. Они так не… То есть, это тело инкогнито пока. Я правильно понимаю? А, нет, есть, есть, есть определенное, есть определенное понимание, что, значит, вот когда мы говорим уже об обоих этих векторах, восьмой функции, потому что здесь это приемные, здесь проще, в четвертой функции, в третьей. А вот когда говорите о восьмой функции, то эти вектора, они реальные, это витальные вектора поведения организма, поведения организма, моего личного опыта, моего личного, вот, квинтэссенции того, чего я хочу добиться и так далее. То есть, вот, седьмая, восьмая функция – блок труда. То есть, эти функции, они неосознаваемы, но достаточно мощные, и они работают наружу. А вот пределенные вектора, они как раз, тема заключается, что они воспринимают связанность с организмом, и, ну, поскольку это каналы связи, то они еще воспринимают информацию от поведения вот этих векторов. На каких, в каком виде это передается информация, мы видим, что это передается в виде поведения, вот то, что называется подражанием. Вот, на уровне животных примазок, да, когда они подпишают друг друг, там, найденным приемом, там, чистить банан, мыть банан, скалывать орехи. Это чисто идет подражание. И вот, в данном случае, эти вектора, они как раз связаны вот с восприятием такого невербального, невербального подражания. Вот я делаю так, как он делает, и мне этого достаточно, я даже об этом не должен думать. Вот то, что мы можем подроблюдать. Я могу сказать иначе, что в свое время меня интересовало, насколько реальны функции информационного метаболизма. И мы привлекли людей, которые работали с Таганрогским радиотехническим институтом, которые занимались военной экстрасенсорикой. Было такое направление. В Киеве был центр, который готовил таких людей работать с Таганрогом. Но это еще подставили его. И вот я попросил друг вот таких людей просканировать тип. Они не знали соционики. Просто я дал несколько людей, как каждого типа. Мы проводили такие эксперименты масштабные. Вот несколько человек каждого типа. Вот скажите, что между ними общего? И они смотрели информацию об энергетике, как они это называли. Что это такое? И они мне описали все восемь функций, как некие образования. Значит, специфической конструкции. Они связаны были, оказались связаны с китайскими меридианами. Напрямую связаны. То есть гипотиза уже, в смысле, подтвердилась. Ну, а меридианы и так далее. И да, они обнаружили, что действительно четвертая функция, она напрямую связана с меридианом, который находится под напряжением. Ну, а какое меридианом, там, сердце, почек или легких, это уже зависит от аспекта. И качественно, и отчасти технологически нам это подблизили. Это я не публиковал, эти исследования. Они немножко есть в моей старой книжке. Социологика, тайно-человеческие отношения биоэнергетика. Еще, видимо, с которого было. Но я для себя убедился, что в фонде информационного метаболизма это сложное энергоинформационное образование. И шейнг между людьми, когда они не описывали отношения между двумя типами, они описывали их как отношения одновременно информационные, энергетические. Они видели лучи, которые исходили, как лучи или волны, которые исходили от одной функции к такой же другой партнера. Они описывали физически, мы даже могли их экранировать определенными материалами, что сам вам на себе интереснее. Мы делали такие опыты, когда мы ставили трех фиктеров, значит, и предпринимателя, это три, и художника, и один предприниматель. И они фиксировали, как стильно развивается давление на четвертую функцию предпринимателя, то есть, как она угнетается. То есть, это целый ряд очень интересных опытов, таких вот нефишевых, я бы скажу, но которые показали, что вот за всеми этими, как бы, теоретическими конструкциями стоит очень интересный пласт. Я подчеркиваю, что эти люди не знали цифровой. Они ничего не знали о нашем обществе. Вот просто они были такими сугубо эмпириками. Поэтому, когда вы говорите, что это за вектора, я бы этому их и назвал энергетическими веками, потому что оборудование, что это очень четвертая функция, она напрямую связана с энергетикой организма. И когда у нас поражается четвертая функция, часть третья функция, у нас начинается изучение ресурсов из организма. Вот, если он говорил об энергии либидо, психической энергии, а здесь вот, когда у нас имеется дефицит психической энергии, начинает извлекаться уже летальная энергия. Очень глубокий приемный вектор. Смотрите, ведь ситуация такая. Вот у нас четвертая функция, да? А у нас четыре объема вектора. Прекрасно. Они, если у нас есть дуалов, и он работает по восьмой функции, то в норме эта информация поэктическая передается по этим четырем каналам в невербальной коммуникации, делая как я. А если бы он нет, и поступает что-то...